Вячеслав, а давайте будем говорить по-другому. Почему бы не начать, как из тех же маленьких групп, 10, 15, 20 человек, пришли и собрались один раз в неделю. Не на студии свободы, как мы здесь рассказываем, 3-4-5 человек в лучшем случае, а переговорили вживую. И поверьте мне, оттуда будут уходить эти 15-20 заряженных человек, и они начнут говорить. И в следующий раз придет не 20, а придет 40 человек. И постепенно эта аудитория расширится, и разойдется, как круги по воде от брошенного камня. Верника, вы понимаете, в чем проблема? Что люди придут только в том случае, когда кто-то, серьезный человек, известный, по крайней мере, в стране, кому доверяют, по крайней мере, возьмет на себя груз ответственности перед народом. Что вот он может сделать это, это и это. Конечно, это должна быть двухсторонняя ответственность. Он не должен сказать, то есть, я сделаю. Он должен сказать, мы сделаем. Если вы присоединитесь, то я поведу. Вы не присоединитесь, я не могу один это сделать. Не может один генерал победить в войне, если не будет сзади армии. Это понятно. Но Виктор Петрович на себя такую ответственность берет. Так почему не объединиться вокруг него? Что мы, в принципе, и пытаемся все сделать. Ну, Виктора Петровича сейчас очень сильно ограничивают судами. То есть, то, что мы видим. И уже многие вещи, которые он мог бы сделать, он их не делает, потому что, опять же, будут новые суды. А человек, который под статьей ходит, он лишен в некотором роде свободы действий. Да, Александр, да я думаю, что не только в этом проблема. Знаете, в чем главная проблема? Что и тот же самый Виктор Петрович, на мой взгляд, я, по крайней мере, и Павел, мы не видим этого такого жгучего желания народа к борьбе. Павел, я не прав? Вот именно. Особенно, когда нас разделили на молдавоговорящих и русскоговорящих. Потому что я почему-то вот наблюдаю, это закономерность уже, что за Молдову в основном дерутся русскоговорящие. Даже как-то странно. Молдавия, вроде, одни молдаване, вроде. И получается как? Все, кто разговаривает по-молдавски, я начинаю только говорить с ним о сопротивлении каком-то, о чем-то. А ну хоть прийди, послушай, о чем мы говорим. Он говорит, да, лас им опеменил, ну, вравнишься, вот, масса турат, и политиченшига. А русские почему-то понимают, что надо бороться. Надо против этих, я не знаю, узурпаторов, как-то, хоть как-то протестовать. Ну, давайте честно, открыто говорить, что русское население притесняют. И русскоязычное население... Ну, как притесняют, Саша? Да притесняют всех абсолютно. Притесняют? Что в Кишиневе коммунальную чета приходят, молдаванам приходят одни, а русским другие. Что пенсионерам, бабушкам, русским приходит пенсия в 500 лей, а молдаванкам приходится в 1500 или в 2000 лей. Над народом издеваются. Почему я говорю, что русских притесняют? Потому что мы на самом деле молдаване уехали. Молдаване в России и в Европе работают и присылают деньги. Подожди, а русские не... Русские тоже уезжают. Я вот, знаете, вот я был на встрече журналистского клуба с господином Мишиным. И господин Мишин говорит, надо защищать русских в стране. Вот у них проблема. Надо бороться, чтобы вот русский язык как бы нормально был. И говорю, господин Мишин, вот мы сидим с вами в заведении. Спокойненько общаемся. Спокойненько разговариваем. Можно я задам вам вопрос. Сколько русских уехало из Молдавии из-за проблемы того, что у них была проблема с языком? И сколько русских уехало из Молдавии из-за проблемы в том, что им не было что жрать, не было где работать и не было возможности жить нормальной жизнью? Все, тема ушла сразу. Вячеслав, я не согласен, потому что в начале 90-х очень большое количество специалистов уехало именно из-за того, что они потеряли работу. Они не могли... Подождите, но сейчас не начало 90-х. Сейчас уже, слава Богу, 2013 год. Хорошо, ситуация остается. Я понимаю, хорошо, Саш, но ты пойми, что сейчас многие... Твоя мама, моя мама работает за границей, да? Ты что, ей можешь сейчас сказать, давай приезжай? Нет, не можешь. Не потому, что она русская, а потому, что здесь нельзя жить. Она приедет, сядет тебе на шею или ты сядешь ей на шею и станешь жить еще сложнее. Это страшно, это мерзко, что я не могу своей матери сказать, чтобы она вернулась обратно в страну, потому что я ее здесь не прокромлю. Я сам еле-еле сложу концы с концами. Я в судах, термоком, банк, одно, второе, третье, четвертое, пятое. Проблема не в языке. Она, мать, приедет, получит пенсию в три столе, в три столе и пенсию. Вячеслав, если проблема не в языке, почему мы постоянно говорим о языке? Мы? Да. Мы нет. Да. Они да. Общество. Они говорят. Они говорят. Они говорят, я... Смотрите, для нас нет проблемы языка, у нас каждый раз проблему языка поднимают, когда нужно увести людей в сторону. И пока мы эту проблему не решим, общество не решит... Кто? Мы решим? Общество. Гражданское общество. Пока эту проблему не решит, мы не сдвинемся с места. Мы на ней бусуем уже 22 года. Как решим, скажи мне? Либо введем второй государственный язык русский, либо каким-то другим способом. Но пока это проблема... Да у нас! У них не будет инструмента манипулирования общества. А кто это? Кто будет решать? Мы будем решать. Потому что или мы решаем эти проблемы, или мы уезжаем из страны. Продолжение следует...